Всем привет, ребята, и добро пожаловать на канал Zoom Slime. Вы только посмотрите, что у меня здесь есть. У меня на столе 100 слаймов, ребята, 100 слаймов. Вы не представляете, каким образом я их нашла, но я их нашла и просто не могла сдержаться, чтобы не купить. Они мне, знаете, что напоминают? Они мне напоминают слаймы, которые продаются, знаете, в таких автоматиков, которые вставляешь 10 рублей или 20 рублей и прокручиваешь таким образом. Там что-то там, и тебе дают слайм. Типа такой, короче говоря, типа слайм из автомата. Мне кажется, я разоблачила точку, где продаются эти самые слаймы не из автомата, а слаймы для автоматов, потому что, ну, они один в один, как слаймики, которые можно купить в автомате. Я надеюсь, что они у меня будут суперсвежие, не такие черствую, как продаются в автоматах, потому что я, когда покупала, все слаймы были, ну, в автоматах, честно говоря, не очень. У меня здесь на самом деле число немножечко отличается от числа 100, и кто заметит разницу, я не буду говорить тут плюс или минус, вы просто внимательно смотрите, сколько всего здесь слаймов, и напишите в комментариях, я правильно ответы буду лайкать. Ну, а я сегодня решила провести эксперимент и постараться смешать все эти слаймы. Хочу посмотреть, что из этого получится. Во-первых, какой величины получится слайм, какого цвета получится слайм, ну, и вообще интересно, какой он текстуры будет, и получится ли вообще все цвета замешать в один цвет, или получится что-то такое красивое, переливающееся разного цвета. В общем, ждет нас интересный эксперимент сегодня, так что не забудьте поставить лайк, если вы любите видео со слаймами. Кстати, если вы не заметили, то я сейчас стараюсь как можно чаще снимать видео на этот канал, они иногда выходят даже каждый день, иногда через день, так что не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на этом канале. А также, внимание, минутка рекламы моего основного канала, там видео выходят вообще каждый день, супер-классные проверки лайфхаков из ТикТока, супер-крутые челленджи с едой, со слаймами и куча других разных роликов, новые челленджи. В общем, не буду спойлерить, просто переходите на мой основной канал, может, в Zoom, потому что там реально очень круто. Но сейчас давайте начинать. Наверное, первым делом я хочу посмотреть все вот эти вот слаймы по отдельности, то есть каждый цвет мы сейчас с вами протестируем. Оранжевый, голубой, зеленый, красный, желтый и фиолетовый, ну а потом уже начнем смешивать. Кстати говоря, все слаймы у меня вот на таких вот подносиках, посмотрите, как красиво смотрится, как все переливаются. Я не могу просто полюбоваться этой красотой. Итак, вот эти я пока отодвину слаймы, мне понадобится только первый контейнер. И давайте сначала посмотрим на вот этот фиолетовый слайм. Каждый слайм, кстати говоря, вот в такой вот упаковке, который, мне кажется, будет сложновато снимать. Особенно с такого-то количества слаймов. Но ничего страшного, ради эксперимента я пойду на такую ужасную работку. Шучу, конечно, это прикольно все раскрывать. Так, открываем первый слайм. И посмотрите, он еще и с блесками, он такой перламутровый весь. Обалдеть. Знаете, напоминает какой-то бальзам для губ. Галактический бальзам для губ. Что вам напоминает этот слайм? Пишите. Или какую-то карамельку красивую. Я обязана была понюхать, знаете, как пахнет слайм типа M&M's или еще что-то в этом духе. Как какой-то типичный лизун. Ну, е-мое, неужели они все-таки будут рвущиеся? Попробуем покликать. Сейчас я вас приближу чуть-чуть. Ну, такой себе, если честно. Он очень засохший. Первый слайм у нас открыт, я его не буду потом запаковывать. Зачем? Нам же все равно это все смешит. Так что первый шарик я убираю в упаковку. У меня здесь осталась коробочка. Я буду так вот это все сохранять. Кстати говоря, у кого есть идеи, что сделать с этими упаковками, также пишите в комментариях. Мне вот жалко их выкидывать. Пока что я их выкидывать не буду. Уберу, допустим, на балкон или в кладовку. И, может быть, мы с вами что-нибудь придумаем, что можно сделать с вот этими вот шариками. Что реально жалко. Смотрим следующий слайм. Пускай это будет желтый. Та-дам! Вот такой вот свет. Офигеть, здесь лампа отражается фиолетовая. Думаю, что отражает эта лампа фиолетовая. Этот определенно слайм похож на карамельку. По-моему, он немножечко посвежее, чем фиолетовый. Хотя бы немножко тянется. Но нет. Мне показалось. Окей. Желтый цвет слайма мне тоже не порадовало. Вернее, цвет порадовал, а сам слайм не очень. Неужели не все будут такие засохшие? Теперь смотрим на красненький. Я его уже пытаюсь открыть. О, такой прикольный. Смотрите, прям слайм-шарик. Обалдеть. Мне кажется, он даже будет подпрыгивать. О, блин, он упрыгал, ребята. Он упрыгал. Я в шоке. Это реально какой-то попрыгун. О, Боже мой. Мне надо срочно его спасти. Секундочку. Он просто вообще... Он, короче, напрыгал на провода. Внимание, я к вам иду. Сейчас шарик вам зайдет в кадр. Прикиньте, да, как он прыгает? Я в шоке. Я купила два в одном не только слайма, но еще и попрыгунчики. Обалдеть. Крутяк. Отпрыгнул. Мне реально нравится. Тоже похож на карамельку. Мне, видимо, не все будут напоминать карамельки. Ну, типа чупа-чупса. Кстати говоря, я, как обычно, со вкусным напитком. В моем случае это сейчас какао. Вообще он у меня остыл. Постоял где-то час. И я бы решила не то, чтобы остудить, а наоборот согреть. И просто добавила в него кипятка. В общем, супер важная информация. Продолжаем смотреть слайм. И теперь будет слайм зеленый. Он что, не запакованный? А нет, он запакованный. Мне кажется, самое доброе открывание слайма. Потому что упаковка не помогла сохранить свежесть слайма. Неужели он тянется? Блин, я только это сказала, и он прорывался. Кстати говоря, пока что зеленый цвет. Мне нравится меньше все. Он, конечно, очень красиво блестит и переливается. Но все равно. Желтый, красный мне понравились больше. Теперь открываем голубой. Еееее, вскрытие прошло успешно. Посмотрите, какой он красивый. Тоже такой галактический слайм. Пытаемся растянуть его. Прикольно. Слушайте, давайте я попробую это все смешивать, наверное, по цветам. Так вот уже все разложу. Не знаю, мне кажется, в итоге я... Мне станет лень. И я это буду все смешивать кучкой. Но сейчас пока что разложила по цветам. У него просто кусок отвалился. Неплохо. Можно приходить мне на помощь? Ура! Мы сейчас с вами оранжевый слаймик заценим. Ну, он тоже супер засохший и супер желейный. Собственно говоря, как-то так. Ну, окей. Ладно. С этим все понятно. Все слаймы не первой свежести. Не все супер с ними хорошо. Но что поделать? Я их уже купила. Я уже решила проводить эксперимент. Поэтому деваться некуда. Будем его проводить. Пока что я буду, наверное... Давайте вот так вот складывать. Как вы думаете, будет красивее? Слаймов много, поэтому будем вот так вот складывать по цветам. Мне кажется, мне уже скоро эта идея надоест. И я перестану складывать их вот так вот в ряд. Но сейчас пока что есть запал. На это пока что мне так хочется делать. Будем делать именно так. Ну что? Начинаем открывать все слаймы и раскладывать их, чтобы еще смешать. Наверное, я его сейчас поставлю на таймлапс. И таким образом для вас все будет казаться быстрее. Ну и мне потом чуть-чуть будет легче мантировать. Потому что мне кажется, я все это открывать буду часа два, наверное. Так что погнали. Субтитры сделал DimaTorzok И так, ребят, смотрите, половина пути уже пройдена. Уже половина слаймов находится на столе. И вот таким вот образом это сейчас выли. И знаете, я пока распаковывала. Да и меня только в тот момент, когда я распаковывала, доперла, что здесь практически все цвета радуги. Кроме синего или голубого. В зависимости от того, какой это цвет. Но мне кажется, что это больше синий, нежели чем голубой. Поэтому здесь не хватает только голубого слаймя. Так бы было каждый охотник желает знать, где нету живет фазан. В общем, вы меня поняли. Я обожаю просто радугу. Вот так вот красивенько это сейчас все выглядит. Блин, мне так хотелось это сделать. Там уже все потихоньку смешивается. И вот столько слаймов мне еще осталось добавить. Так что давайте продолжаем работать. Let's go! Посмотрите, что у меня в итоге почти получилось. У нас еще осталось по каждому слаймику. Вернее, по каждому цвету по одному слаймику. Я их я хочу добавить вместе с вами. Поэтому я их не стала все открывать. И хочу вам показать, что у меня сейчас получается. Я решила не делать слишком длинную вот эту вот штуку из слаймов. Потому что иначе это не уходит в кадр. И сделала, в общем-то, как-то вот так вот, чтобы вам было видно непосредственно все в кадре. Когда я вот так вот снимаю. Мне пока что все безумно нравится. Она все такое холодненькое. Хочется поскорее это все пожмякать. Если честно, поскорее покликать. Но я себя держу в руках. Кстати, когда ты открываешь слайм один и достаешь его, некоторые слаймики почему-то похожи на попку. Не знаю, вы замечали или нет. Может быть, это странно звучит. Но, блин, особенно когда два слаймика вместе лежат, то это определенно какая-то попка. Смотрите, ну полная задница. Короче, ладно. Давайте вместе с вами все откроем. И, наконец-таки, уже смешаем. Но сначала мне вас надо на штатив, короче, прикрепить. Надеюсь, вы готовы. Последний шажочек, последний рабочек, так сказать. Открываем оставшиеся шесть слаймиков. И все уже будем миксить. Я тут немножечко все поднадрезала. Все вот эти упаковки. Вы, наверное, замечали. Не знаю, на этом вообще это было заметно или нет. Я сначала все надрезала ножницами, а потом открывала. Вот. Это намного, кстати, было быстрее и удобнее. Потому что сначала я брала ножницы, подрезала каждый. А потом я так раз-раз все подрезала. И уже ищу ту подковырку, которую сделала. Так, желтый к желтому уже не добавишь. Поэтому так вот добавляю по корнямам. Все равно там не видно. Но я сюда слайм добавлю, потому что здесь вам будет видно. Потому что эта часть вроде как входит в кадр. Так, что буду добавлять вот сюда сейчас. Так. И еще оранжененький слаймик. Открываем, добавляем. И у нас осталось два последних слайма. Глубенький и зеленый. Поскорее вскрываем просто эту упаковку. Она меня уже, если честно, немного бесит. И на моменте, пока я их открывала, я еще не уснула. Потому что эта упаковка, это просто жесть. Да, я надеюсь, вы уже написали, что можно сделать с вот этими вот упаковками. Как это назвать? Контейнерами. Короче, что с этими шариками можно сделать? Потому что реально жалко их выкидывать. И все открывается. Последний слайм. Барабанная дробь. Ура, 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 ура. Помещаем его сюда. И все эти штуки убираем. И, о боже, мы с вами это сделали. Мы с вами все 100 слаймов поместили на стол. Посмотрите, как красиво это выглядит. Просто космос. Теперь начинаем это все замешивать. Let's go. Вы не представляете, как приятно. Они такие холодные. Кайф. Здесь можно растянуть. Блин, все разрывается. Как бы было красиво, если бы все слаймы были свежие. Очень сильно жиренее. И засохшие в то же время. Смотрите, как крошится сильно. Прикольно смотрится, да? Похоже на... Опять какой-то леденец. Почему у меня все ассоциируется с конфетами? Наверное, я хочу есть. Ну, мне кажется, реально похоже на какой-то леденец. Знаете, тут палочки не хватает. Леденец готов, собственно говоря. Красиво. Реально очень красиво. Посмотрите. Мне кажется, это максимум, который можно выжить из-за этих лизунов. У меня даже слаймами их теперь не поворачивается язык. Назвайте-то они очень-очень-очень вот такие вот. Но зато все красиво по цветам смешивается. Мне нравится. Смотрите, какая тут текстура. Слоями как будто бы все замешалось. Обалдеть, как красиво. Ну-ка попробуем разорвать. О, щит. Красота. Не правда ли? Или мне одно нравится, как сочетаются все эти цвета между собой. Меня прям прикалывает. Как вы понимаете, однородный цвет мы сегодня, походу, не получим. Как ни старайся. Давайте возьмем только кусочек и попробуем его помешать в руках. Если у него не получится однородный цвет, то у этой всей махины точно не получится однородный цвет. По-моему, однородный цвет вообще не получается. Короче говоря, у нас сегодня получился серо-буромалиновый слайм. Но, если честно, сейчас закрылась такая идея, что будет, если его изменить. Он такой огромный, что если вот эту вот махину попробовать изменить, добавить сюда всякие разные добавки, красители и так далее. Получится красивый слайм в итоге или нет? Если вы хотите такое видео, то давайте под этим видео наберем хотя бы 7 тысяч лайков. И тогда я его постараюсь снять. поколдую над ним, может быть, сделаю несколько разных текстурных текстур изменить. У меня вообще его получится разместить, конечно, потому что фиг его знает, как поведут себя эти слаймы. Вдруг вообще ничего не получится. Но я бы хотела сделать такой эксперимент. Если вам тоже интересно, то не забудьте собрать 7 тысяч лайков. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо, что вы были со мной. Я так хотела провести этот эксперимент. Мне понравилось то, что у меня получилось по цветам. Конечно, хотелось бы немножечко все посвежее. Но, к сожалению, не все может от меня зависеть, кто знал, что слаймы будут такие не суперсвежие. Благодарю всех еще раз за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Увидимся с вами в новых роликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok